Это, по идее, так и должно быть в грамотных пиках, потому что начинать пики с коров, это моментально раскрывать своего кора, а у любого кора есть огромное количество контрмер к нему. А к саппортам, как бы, контрмер особо нет, они саппорты и саппорты. Артур, это вчера отмечал как раз на вчерашней аналитике, что товарищ Питер Дайгер, так, в отличие от всех почти, начинает свой раз пики, ну, всегда почти суппорт. Ну, собственно, к этому пришли, к концу турнира у нас и все остальные, и даже Сикрет, которые, вообще-то говоря, любители пикнуть эмберка на первый пик. Свои там коронные эмберверы всякие. Ой-ой-ой, как чуи, мипаря хотят, вот, джуй, как чуи. Очень хотят. Мипарчика для Нотельника. Мне кажется, в третьей карте не может быть. Они сейчас это очень легко могут сделать по этим банам. Вот сейчас бан аппарат, допустим, какой-нибудь, сейчас еще какой-то бан, они могут... Бан эмбера. Бан эмбера и сразу мипаря забирать. Да, что-то в этом духе может. Но мипарем не обязательно торопиться. Есть еще игрок в команде Сикрет, Виха, он тоже на мипаре игрок, в общем-то. Так что можем от обеих команд ожидать этого героя, не обязательно в этой карте, но вообще по ходу этой встречи. Все есть еще сигнатурки OG. Это тот же Шейкер, тот же Алхимик и Тили с... Ой, Висп забанен. Ну, Тини Алхимик. Тини Алхимик, да, остаются. Да, но мой Висп не нужен. Три, все три вот эти героя есть. Теперь Пупей обезопасил себя. У него... Теперь не возьмут ни Лансера, ни Пускара. Остался мипач. Мне кажется, что OG метят... Ну, либо в мипача, если есть такая идея, либо это будет более стандартный героя-шлептер. Геролет под Дазла, под Виверну, очень хороший пик. Я вот думал, ты против Бенни не очень нравится играть с геролетом. Да нет, вряд ли некрофос. Когда играется обычный финал, вот этого много, там, Best of 5, всегда команды пекают одних и тех же героев. Они их просто меняются ими. И просто с каждой игрой баны чуть-чуть меняются. Может, какого-то, просто какого-то проиграл, сейчас ты решил его забрать. Мипа! Ну, давай, давай! Нет. Ну, может быть, не сейчас, может быть, что-то нейтральное. Может, что-то сама. Что-то нейтральное вроде... Да, кстати, не хочется, наверное, играть против Шейкера на Мипа, но уже есть Лордар, который может быть оффлейнером и Бэйн. То есть Бэйн-Шейкер не самая худшая комбинация суппортов, но против этого всего какая-нибудь Бруда бы заехала. Ну, она и не самая лучшая. Бруда бы зашла, потому что Шейкер и Бэйн на линии ничего ей не делают. Да, собственно, для Амундсиндера нужен какой-то персонаж, опять же, Шейкер, которым он развалил просто Evil Genius в двух картах. Мне кажется, было бы неплохо. Ну, вот если сейчас заберут Шейкера, то контры для Мипа именно жесткой не останется, останется какой-нибудь Акс. Тини. Тини сам по себе, но тут уже Свардар. Шейкером очень слабенько как-то все получается на самом деле. Он же герой не такой, как Таск, ему нужна одна шмотка, но у него скиллы очень слабенькие. Ну, саппорты все равно сильные уже. Ну, все равно как-то галенько получится, это не вот эти саппорты плюс Таск, это вот эти саппорты будут плюс Шейкер, а это слабее намного выглядит. Ну, к этим саппортам тогда неплох такой герой, как Спирит Брейкер. Вот, какой-то тоже боец, который может на начальной стадии под всеми этими хилами рваться под вышки и впитывать урон. Но, Мипа. Но, Мипа. Да, не, ну рановато для Мипа. Ну, вот, Герокоптер. Я почему-то тоже думаю, что, скорее всего, именно Герыча выберут. Ну, Герыча бы забрали Сигрет, если бы взяли Мипа себе ОДЖИ. Да, да, да. Не так было бы плохо. Там Стардар есть в СОЕ с ценом. Ну, я почему-то думаю, что четвертый пик это Шейкер ОДЖИ, а пятый для Миракла, ну, там огромный пул. Да, до ВР-ки до того же Инвокера. Сигрет сейчас против Даззла, против Винтера и Верна и того же Герокоптера. Очень, очень больно будет Мипарем. Не буду. Да, там Мипарь под Винтерскорсом сам себя и убивает. Есть, кстати, еще такой герой, как Дарксир для ОГ. В начале турнира этот герой был в первой стадии пиков бан, и сейчас про него вообще забыли. Он заходил на первую игру как раз у нас сегодня против его Джениус, и не очень хорошо он смотрелся этот Дарксир. И, знаете, Сталкера тоже забыли. Дарксир – герой слишком на разгон. ОДЖИ так нельзя играть. ОДЖИ любят взять Лейт, но им нужно и какую-то подстраховку под начало игры, потому что они на самом деле активная команда. Если они возьмут Дарксир, Виверна, Даззл, что это все какое-то, ну, непонятно. Им нужен хардлейнер с меккой, у них все время хардлейнер с меккой, чтобы разгон, ну, вот. Но вообще, мне кажется, что Шейкер. Хотя, если будет Дарксир, то это знаменитая комбат 3К с половиной МВ. А у них 8. У них 8, они могут... Потому что они в 2 с лишним раза сильнее ее исполнят. Квапа. Для Вихи? Нет, мне не нравится Дарксир, если честно. Потому что это расчет на одну какую-то комбо, бомбо, секреты... Бессмастер неплохо. Очень неплохо позиционируется в игре. Мне больше кажется, что это либо Найт Сталкер, либо Шейкер. Шейкер Найт Сталкер. На бессмастере Мунминдер играет? Я думаю, Мунминдер на всем играет, но на особо на бессмастере вроде я его не видел. Так, на четвертый пик. Кого же себе предпочтут добрать? Вот же будет ли это оффлейн или... Да, оффлейн оффлейн. Мид на пятого ставят? Я не удивлюсь, а у Салхимикс сейчас увидеть. Вот такой оффлейн, наверное, забыли. Забыли вообще про него мы. А здесь он неплох, да, против Бейна, как минимум. Ну, Слордара тоже. И вот под этих двух саппортов Клоквер очень хорош, потому что часто мы видим, когда Клоквер просто влетает и тут же умирает. А с этими двумя саппортами он будет долго жить. Да, хороший пик придумали себе ОДЖИ. Ну и выход секрета. Примножено брать себе кэрри или саппорта. Наверное, лучше взять саппорта. Алхимик здесь уже не будет. Он вообще не заходит, тут же никуда. Они даже не думают, наверное, пить. Потому что аганимы... Ну, такие, полу... Ну, датсельный аганим вроде неплох, но Клоквер, он 50-50-50, не суперкрут. Нормальные, в принципе, это тоже аганимы, но дело даже не в аганимах. Мы же видели против ЕГ, он не купил ни одного аганима. Он просто одел себе итемы нормальные. Какой-нибудь Рейзер может заехать для Сикрет на кэрри. Рейзер. Есть Бэйн. Они могут против игрока абсолютно повторить историю с Эйнлокером. А могут, на самом деле, опять через антимага сыграть? Он все так же не плох. Сикреты сейчас, скорее всего, все-таки заберут себе саппорта. Потому что... У них ласпик, они могут закрыть им какую-то позицию. Кэрри, мид, неважно. Квин оф Пейн же может уйти на легкую вдруг. Поэтому там будет выбор. Сейчас нужно подобрать все саппорта, и это Робик. Но, собственно... А курок-то нету. А курок-то нету. А вот все. И играть-то некому. Ну, как-нибудь. Придет в Пупей играть. Сам Пупей. Потому что Пайлайдай вряд ли сядет на этого героя. На этом герою нельзя умирать. Пайлайдай красно-рубик будет играть. Я думаю, Пайлайдай на Бэйне. Пупей будет на Бэйме. Ну, лучше фидить на Бэйне, чем на Рубике. А Пайлайдай у нас обычно играет именно так. Он бегает, создает спейс своим присутствием в самых странных местах. Кстати, тоже интересно, почему, например, Сикрет забыли совершенно что про БХ, что про Нейт Сталкера, которым они играли очень много. И Пайлайдай, этот бегающий вард. Очень полезный. Ну, опять же, здесь Нейт Сталкер, по-моему, был достаточно хорош. Мощные такие саппорты получались. Бэйн Нейт Сталкер, Слардарна, сложные все толстенькие. Могут они и дайвить где-то, и создавать, в общем, кураж. Банят Непача и Инбокер. Вот такие дела. А Непач действительно мог заехать сейчас на нас пиг для ОГ? Думаешь? Почему нет? И просто на Герокоптере играет Миракл в легкой, и в мид идет на Тейл. Не, это могло быть, конечно, безусловно. И этот... А он нормально бы себя чувствовал против той же Квапы? Так, есть Дазл, и Свинтар, и Верно. Мипарю вообще пофигу. Он до третьего левела доживает? А, до третьего левела. Любой герой в миде доживает. Ему там постакают сразу. Он сам все начинают стаки с третьего левела. Ему даже не нужны стаки. Он уже с пятого левела просто фармит лес. А на третьем, четвертом левеле к нему приходит просто Дазл, дать сетку на Квапу, он не убить может. Вот и вся история. Да. Так что было бы неплохо. И, что знает, может быть, так и планировали. Вот же сделать... Да, вероятно. Потому что такие саппорты, как Бэйн и Рубик, это вообще никто против непорядка. Ну что же, вот же Дота. Алхиви. Алхиви. Тут, конечно, аганимы такие себе наклоки. А как в прошлый раз и аганимов-то и не было против Эволджин. Он просто будет идти вперед. Да, он будет врываться с блинка и вырезать всех. А что мы можем посоветовать секретам? Вот если честно, я не могу даже предположить героя. И уже антимага-то не хочется брать, которого они возможно хотели. Не хочется совершенно против этого героя. Потому что они видели, что творит этот алхивик с антимагами. Я бы на месте секретов вообще бы сейчас не упоролся в какой-то жесткий лейтгейм. Потому что алхивик с геррокоптером убьют потом. Клапу плюс одного любого лейтера. Я бы сыграл на их месте через какой-то, может, ганг. Вот через этой серии. Осларк, кстати, и в лейте неплохо борется против них. Осларк мы не видели очень давно. Ну что же, вторая карта Гранд Финала. Первая в истории мейчера. Оджи против Team Secret. Слово нашим комментаторам. Спасибо, Иван. С вами снова адекватный MailStorm. И это вторая карта. И после первой сложилось впечатление, что ОГЭ остановить очень тяжело. И даже сейчас у меня какое-то внутреннее ощущение, что Secret'ом будет очень тяжко, прежде всего морально. А победа им нужна. Да, от Пупеева команды ждут только победу. Никто не ожидал, что, во-первых, в лозерах ОГЭ начнут выигрывать ЕГЭ, нынешних чемпионов мира по версии International. Да, то, что вот они в финале начнут первую карту выигрывать у Team Secret. Этого никто не ожидал. И все в недоумении, все в шоке. Не в шоке только одни ОГЭ, которые играют на позитивчике теми персонажей, которым просто нравится катать, которым они умеют. И которые уже демонстрировали в рамках сегодняшнего игрового дня. Как получится сейчас, дорогие друзья, мы узнаем в ближайшие, может быть, полчаса, может быть, час. А пока стакуемся с персонажами команд. Итак, начнем с Сикретов. Я думаю, играют они, собственно говоря, за сторону Radiant. Вот, товарищ Пупей на Бэйне, пока идет на топ, ставит, видимо, какой-то обсервер. Мизери будет играть на Слардаре. Виха на Квин оф Бэйн в миду. Энви, фармящий Сларк. Ну и Пайлайдай на Рубике. Да, это команда Сикрет. Ну и команда ОГ, Нотейл на Герокоптере, Миракл на Алхимике, Мунминдер на Клакверке, Флай на Дазли и Крит на Винтервиверне. Ну и как и заведено, играя с Алхимиком в одной команде, ты хочешь Алхимику подарить первую баунтируну. Для этого Пятеробно собираются вместе и отправляются в чужие владения, дабы там отзонить противника. Вот таким вот образом поступает Мунминдер. Ключом по спине ударяет рыбешки, рыбешка вынуждена отходить. Ну и вот так вот Алхимика подводит, скажем, к руне. Ну и прямо скажем, что если в первой игре у нас могли еще как-то побрыкаться с этим Сикрет, то во второй 5 на 5 что-то биться против Герокоптера Дазла совсем не хочется. Да и Алхимик, не дай бог, качает тучу, кинет ее и подхил Дазла там убьет вообще все. Ну конечно, в таком случае он не сможет забрать баунтируну. Однако Сикреты особо ничего не придумывают. Дадают Мираклу 500 монет в начале. Давайте посмотрим за этим торжественным моментом. Да, собственно, плюс 500. Ну и подбанили нижнюю линию очень сурово, как мы видим. Вообще, конечно, вот как мне показалось, Сикреты оказались в таком положении, что безвыходом, что им пришлось этого Сларка взять, потому что коров таких, которые более-менее как-то в теории еще могут справляться Алхимика с Герокоптером, просто нам просто не осталось. И я даже после пика с Сларкой не особо уверен, что этот Сларк против того же Герокоптера будет хорош. Потому что Нуиско начинает против Герокоптера плохо брать Сларка, что он его убивает за нюки. Фактически. Так, тут мастерский дивардинг от товарища Пайлайдая. Сбил он два варда соперника, и все теперь будет хорошо снизу. Ну, собственно говоря, по поводу Сларка. Да, уже в первой игре мы видели, что наглость в виде Тини не прошла. И во второй игре такое ощущение, что опять драфт остался за ОГЭ. Они очень уверенно пикнули Алхимика. Если посмотреть на боевого Алхимика, то смотрится он здесь достаточно грозно. Ну, прямо скажем, в глубоком лейте тому же Сларку может быть тяжеловато. Ну, и что самое приятное, действительно, нас с вами ожидает боевой Алхимика в исполнении Мирекла. Не те Алхимики, которые будут бегать и светиться, как воздушный... Не воздушный, как новогодний такой шарик, как гирлянда, да, на елке. С своим акторином, радианцем. Это который парень будет врываться на блинке, давать целый крест и бить с руки. Такое уже было продемонстрировано матчем ранее. Поэтому, да, только дождаться, когда Алхимика эти артефакты возьмет. Ну, и опять по лайнам. Да, вот она, собственно, статистика. С Ларкой я тоже помню и помню, что не очень удачно он себя показывал. Опять интересные линии. Опять Миндер на легкой, ему здесь явно легче, чем на сложной. Ну, и Гирокоптер с Даззлом на сложной линии. В общем-то, эту даблу прогнать очень тяжело. Во всяком случае, двумя героями соперника. И, как мы видим, Даззл с Гирокоптером делают все, что хотят абсолютно. Ну, да, получилось так, что у нас два керри фактически занимают сложные позиции, да, то есть не идут на свои легкие фармить. Но, ежели Сларка не хочет ставить против Гирокоптера, это понятно. Но почему Гирокоптер на легкую не пошел, а пошли на сложную с Даззлом, тут вопрос. Но пока мы видим, что... Момент истины для Алхимика. Нет, не в этот раз. А, снизу Пайлайдай будет забирать баунтер. Поэтому чуть-чуть не отдали денег ОЛДЖИМ, в частности, Мираклоп, и у него не такой суперкрутой ставка не будет. Вообще, для Алхимика вот такого как раз руны очень важны. Если Алхимик с макшенной монеткой может себе добрать фарма где-то там в лесах, ну, которые выходят в Радианс, то здесь баунтеруны что с первой, что с последней монеткой дают тебе одинаково. И получается, конечно, Мираклоп побольше хочется их заполучить. Ну, и как мы видим, пока что на миде он стоит достаточно уверенно. 8 крипов. У Квапы 12-8. Виха хорошо доняет. Он старается, в всяком случае, да. Ну, и абсолютно прав. Мы у Мираклоп видели скилл билд на седьмом уровне, на 4 вкачанный эсид спрей, на единичку стан, на единичку гривл скрит и на единичку ультимейт. То есть, я думаю, что он будет придерживаться такого скилл билда, и другие вещи изобретать он не станет. Потому что и так это работает. Ну, плюс-минус, да. Вот мы говорим часто, что, мол, Алхимик, который опережает на 2000, на самом деле не так уж силен, потому что качает себе монетку. Но если он раскачал боевые сплы, то и опережает при этом на пару тысяч, то он очень силен. Ну, и, собственно, пока что мы видим все хорошо у Мираклономиди. Снизу все хорошо у Нотейла. Ну, и сверху Клакверк получает свою экспу. Более-менее стадия лайнинга проходит для ОГЭ. Да, и не сказать, что Басильд это особо как-то сильно страдает, потому что Сларк фармит, вроде бы, да. То есть, папа, Дунаевый Алхимик, во всяком случае, старается это делать. Сларк Дауар, ну, и он позиционирует себя изначально, извините, как оффлейнер, да. То есть, надеяться, что он там будет фармить себе топовый КС и топовые быстрые артефакты не приходится. Поэтому Мизери имеет один из крипов, я думаю, он таким результатом на этой минуте доволен. Обратим наше внимание на то, что Крит уже начинает активно делать стаки под Алхимика, да. То есть, вот этот вот спаун в лесу еще один спаун готовится. Ну, ждут только Миракл с третьим экс-спреем и с полным ботом, чтобы пришел и зафармил, скажем так. Это будет немножечко попозже. Пока что выходит на руну. Да, на руну, да, посмотрим. Здесь же выходит герокоптер, Пайлайдаю, наверное, стоит развернуться назад. Ну, он забрал, конечно, Баунтируну, но сейчас получит... Ой, не успел выкинуть, но он все равно умрет. Да, у ПЛД хулдау на Телекинейсте, поэтому не сможет откинуть на Тейл, он Тейл откатывает с Рокет Параджи и будет делать все расплатно. Это все расплатно. Ну, такой вопрос, да, что было лучше, отдать ФБ или отдать Баунтируну Алхимика? Ну, лучше было, конечно, не отдать ни то, ни другое, но так уж получилось, да. Герокоптер здесь здорово подстраховал Алхимика в данной ситуации. И, верно, вот что еще я отметил так для себя, глядя еще в матч против ЕГЭ, буквально как только уходит один герой с линии, тут же на его место приходит саппорт. Они теряют не единицы экспы. Мунминдер съедает манго, закрывает купея, здесь же Энви на подсейве и забирают Мунминдера. Да, на равном месте практически сделали килл, в наглую купея пошел, поддержал Энви. Ну и пускайся, Мун начинает подпушивать Тавар, активированный по земле, ЛС есть Энди. Катапульта тоже стреляет, и Крит вынужден-вынужден как-то прогнать противника. Уже Тавара терять не хочется. Опять теряют очень много экспы, казалось бы, Мунминдер, но Крит уже здесь. И Крит разменивает. Так, Миракл очень сильно просел по ХП. Винов Пейн имеет шестой левел, у него пока что пятый, но магическое использование Мунминдера в качестве наполнителя Ботла, да, работает как нельзя лучше, и в итоге пару раз успевает намазать этого Алхимика. Алхимика возьмет свой шестой сейчас. Ну да, хорошо восполнился запас здоровья, включает Тольцемейд будет фармиться. Немножечко в раду времени Мунминдер теряет, да, пока он умер в Таверне немножко времени провел. Ну Крит получает, да, Крит получает, но Мунминдер сам еще шестой не получил. Он еще не может бегать к тебе, хотя на Энви, ты посмотри, просто верно его гонит. План перехвата от Мунминдера, Гоги ставится, Энви обник ударяется, пошли батареа салф, и Энви Чехп теперь решил поменьше сделать, умирает он, и Колден Брейс Мунминдера спасает от Тавера. Пупей есть Брайнсап, нет, есть у него Найтмэр. Брайнсап был, но приходит Слардар и дает танчик, убивают Слорка. Хороший фраг, забрать Сларка, ценой еще одного телепорта разменять его на Клакверка, я бы сказал, что у Гэй сейчас делают все здорово. Ну и Алхимик у них фармит, ему не везет на баунде руны, но, как мы видим, он найдет свое счастье в Големах. О, да Виха, Виха может исполнить, залетает скримом, что-то страйк не дал, успел там Анмэйти и Миракол уйти. И так, станчик, можно раскрутить Виха, потому что кулдаун довольно большой имеет на своем блинке, но там Бейн рядышком был, подсупортил, поэтому Алхимик решил оставить нейтралов и уйти на медлинию. Да он там почти все зафармил, несмотря на то, что скрим был, но туча дофармила практически все. А вот она статистика Энви на Сларке, тоже не совсем его герой, как мы видим. Да и, в принципе, Сларк в этом патче не так здорово смотрится. Интересно, ему Миндер раскачался. У него, как мы видим, вот такая вот боевая раскачка, потому что здесь только Queen of Pain, которую можно не закрыть в когах. Вернее, Сларк нельзя закрыть в когах. Но Сларка можем попытаться подблочить как-то так вот, чтобы он не сделал паунд. И тогда получается. Вообще да. Ну и должны, конечно, секреты подбукпать и какие-то форстаф. Впоследствии, когда Флайк нападает Энви, в Соло пытается его убить. Есть Шлогрейв, Тепаун на всякий случай. Флайк до конца выманивает на себя Энви. Стихи, Хилинг Сэл, Дартфакт и Шлогрейв на себя. Да, Энви. Энви заставили прожить им тиммейт. Беги, маленькая рягушка. Рубик добивает. Хорошая помощь от Пайлайда. Энви здесь могла пострадать. Ну, наглец на самом деле. Это Флайк, по большому счету. Был у него стопроцентный эскейп, Шлогрейв Тепаун. Но он им не воспользовался. Решил как-то поиграться со Сларком. В итоге эту мини-игру он проиграл. Поигрался, да, со Сларком. Сларк с Вейзами. Ой, боже. Я уже вижу нашу студию аналитики, которая подметила это, наверное, давно. Да, Сларка с Вейзами я, наверное, еще не видел никогда. Забавно, как минимум. Так, лукшот пошел на своего мундметра. Можно закрыть и закрывать. Таким Мизери в Когас. Раскручивается там Миракл. Есть хороший шатолу вейв, который много физуки на мной в Пайлайдере. Мизери получает там Миракла. И с руки его добивают спокойно, ребята, из ЛДЖИ. Сравнивая еще с этой карты. Какой-то поворот не туда был в исполнении Мизери. Он зачем-то вернулся к отверху и почувствовал на себе мощь его когов. В итоге 3-3. Так, и смотри, смок-атака от Пайлайдера и Пупей, а? На Миракла, возможно, попытает зайти. Вих, это у него готов Соник Вейв. Пайлайдер подстраховки. Должен быть хороший шилл-угрейдер, главное по таймингу дать. Есть таймэр на него. Соник Вейв, шилл-угрейдер, флайдер, ладно, он проснулся. А тульта квапы проснулся, которая пыталась добить алхимика. Да, здесь нужно было попытаться не зацепить. В итоге смок-атака провалена. Ничего не получается у Секрета. Ты знаешь, мне казалось, Вика даже об этом и не подумал. Вот на секунду. Так что он может разбудить нечаянно этого самого Дазла. То есть он вроде давал ультимейт, прям точно по Мираклу. Скорее всего, да, в таких ситуациях ты вряд ли думаешь о том, что будешь будить Дазла. Ты думаешь, что тебе хватит урона добить алхимика. В итоге химик покупает монетку, что, кстати, очень хорошо. В принципе, для алхимика он гораздо прочнее. Если на него нападают, то с тем же Слордаром пробить его не так просто. Хукшот. Через 2 секунды. Мансоид, мансоид, мансоид. И нужно попытаться попасть. Попадает в итоге в Пупе. Действительно, зачем? Мизери не цепляет фолдауном. Пупе минус. Пупей здесь спас своего Слордара, прямо скажем. Ну да, лучше было потерять Пейну, чем в итоге потерять Слордара. Ну и Слордар хоть понемножечку накопит свои денежки на быстрый блинг. Ну, даже он быстро, наверное, в этой игре все-таки не будет. Хотя бы не умирает Мизери, и это хорошо. Ну и топ, топ на Творс, конечно же, опять у нас у алхимика. 1-0-0 старт у него. Под Творс он обходит Сларка пока на 1200 голды. Но это только начало. Ну, кстати, статистика. Сларк не так уж и плохо с Вейзами. 59% Нетворса и... О, Нетворка. Винрейта. Ну, как мы видим, все-таки не первые фейсбуцы на Сларке. Ну, это вот что? Это значит, что он таким открытым заявляет, что не будет покупать различные Сильвереджи? Я, честно говоря, вообще не знаю... Вообще не знаю, какая здесь логика, от чего здесь убегать. Я понимаю, там против кучи Сумонов-то купил фейзы пробегать. Я здесь, наверное, даже не буду пытаться объяснить. Ну, Энви... Это Энви. Так и объясню. Ну да. Лучшее объяснение. Так, на термин спины заход будет на крита. Слатар ускоряется, файлайдай за ним следом идет. Артик Берн, конечно же, от крита. Так вот, заметил немножко PLD. На сейф никто не пришел, но вот только сейчас делается ТПшка на тер-2. Приходит Эрич Нотейлс. Про кастом левел седьмой он имеет. Вот Энн интеллект переключил, чтобы сразу свои нюки втать. Нет вижена у ребят из Сикрет на этого персонажа пока. Ну, и так вот легкую байт открыт. У него есть Винтерскерс. Они могут, в принципе, довольно неплохо исполнить. Энви промазал. Винтерскерс ловит. Адарфак-то не дал, и погибает он. Да, этот царский байт. Крит, что творит? Его просто не взять две игры уже на этой Виверне. Он где-то просачивается между деревьями. И сейчас забирают Сларка с помощью Виверны. Двух ультимейтов там. И хукшот пошел на Виху. Стан также, Виха страдает. Добить его чем-то надо, добивает его Мунминдор. Миракл пытается уйти, потому что Миндор там уже ускорился. Вот в спринте. Амплифай дал, съедает его немножечко пупей. И брейнсапа, Миракл останавливается, чтобы подраться. Стан, и там еще PLD есть телекинезом. Фейтболт уже был. Миракл на развороте стан. Мизери трасс один против всех. Пока жив. Миракл пивается ботлом. Есть колтембрейс. Артик Берн, пупея его не отпускает. Миндор пошел в PLD и заметил саб своего хрипочка. Не достает. Но и пупея, скорее всего, отпускать не будут. Попытаются не отпустить пупея. Есть брейнсап. Гирокоптер 4 секунды до ультимейта. Нужно забирать пупея. В итоге разворачивается. Клаквер всем временем минусует Рубика под тир-два вышки. Как глубоко зашли у G. Но разменять их абсолютно нечем. И в это время Дазл получает экспу и фарм наверху. Продолжается драка. Кулдаун потрачен. Кьюноф Пейн в инвизе. Нападение на Винтер Виверну. Винтер Виверна. Есть колдембрейс. Колдембрейс. Можно пытаться заезжать. Их ждет, ждет, чтобы заезжать по всем ультимейт. Ждет позиционку. И вот она позиционка по двоим. Ульта. Миракл. Колдембрейс. Пока жив. Энви пытается добить крита. Крит спрятаться. Да, сплинтер. Баст не добивает. Энви не езжает стики. Пока жив. Ныряет дальше Вихи за Миракл. Миракл по душе мэту пытается спастись. Там есть Боттл. Там есть руна. Можно взять. Забирает. Но прыгает на него. Энви на развороте. Миракл пытался подраться. Слишком много дэмэджа в него залетает. Это минус. Виха красавчик. Руна инвиза была реализована на все 100%. В 2000 золото отыгрывают. Даже почти 3. Если верить этому Fight Recup'у. Ну и размен, конечно, получился классный. Вот ты знаешь, OG опять пытаются играть в своем стиле. Вот эти безбашенные заходы под Тир-2. Убить во что бы то ни стало. Они сбивают с Килеи. Не дают играть с Сикретом в свою доту. И это правильно, OG. Только так можно побеждать такой хороший коллектив. Да, не будем забывать, что Гирокоптер на 6 левеле. Он сильнее многих героев. Только что вы слышали болельщиков Сикрет, которые поддерживают свою команду. Ну, болельщики OG отвечают. У нас тут битва прямо фанатов суровая. Надеюсь, она не перерастет в битву. В прямом смысле этого слова. Ну, ты знаешь, мне так на секундочку показалось. Так посмотрим за моментом. Бупей, потому что с Пайлайдайм снова пошли куда-то в чужие владения. Четвертый уровень у одного суппорта. Пятый у ПЛД. Ультимейтов нет. Но очень-очень хотят поставить ворды во-первых. И, я так понимаю, не напороться на противника во-вторых. Вторую игру подряд огромные проблемы у саппортов команды Сикрет. Дело в том, что они не имеют шестого левела. И вот этот Бэйн уже 14 минут. Он все еще четвертый. Им срочно нужно поднимать. Поэтому Миндра, наверное, не рассчитывал атаковать. Потому что у него левел восьмой. Он на развороте может вас убить. Там прокаста все равно не хватит. Ну, стали находиться спорта. И спорты синхронно делают тпшки. Вот казалось бы, отставания по XP никакого нет. Но вот то, что у Квапы там, допустим, 11-й. Ну, 11-й, согласен, да, решает второй левел ультимейта. Но гораздо лучше было бы, если бы даже у Квапы был 10-й. Но саппорты имели по шестому. Это дополнительный спелл. Причем очень сильный ультимейт. Согласен. Согласен. Много чего не хватает с Сикретом. Вообще, если посмотреть по героям. Вот Мизери бегает полторы тысячи монет. Где, блин? Минка пока нет. Получает хукшот. Мон Миндер ставит поки. Телекинезом его Искок выталкивают. И Стантик пошел от Миракла. И это минус. Что ж ты делаешь, Мизери? Ты куда ж ты на развороте-то в него идешь? Суицид какой-то от Слардара. Я думал, ты сейчас скажешь, вот, посмотрите на Мизери. Хорошего хардлайнер не хватает Сикрет. Но на самом деле, да, тут у Мизери тяжелая ситуация. Против Клакверка играть с Слардаром очень непросто. Клакверк берет шестой, все, он тебя убивает. Ты на шестом его не убиваешь. Это факт. Это факт. А снова Артикберн. Так вот, это окей, с Слардаром разобрались. Вот теперь переходим мы к Сларку. И вот с Сларку у меня, даже как у комментатора, много вопросов почему-то возникает. Фейзы, и это будет Shadow Blade. Ни первый, ни второй айтем ХП не дают. У него тысяча. Он заходит в драку, получает кулдаун Роккет Берриджи. И нет Сларка. Посмотрим, что у нас будет делать. Нет, расчет на то, я так понимаю, что он там внезапно сейчас будет по одному вылавливать противника, убивать их, щелкать там, как орешки, собирать все быстрые артефакты. Это имеет смысл, если ОДЖи действительно так будут подставляться. Но если ОДЖи будут грамотным, контр инициировать на этого самого Сларка, то проблемы у него должны быть. Ну, обращаем ваше внимание на то, сколько вардов. Так, смотрим. Лакверк врывается. Опять вдвоих. Ну и Пупей, увы, ах. Да, погибает. Здесь же Сларк. Вот, мы посмотрим сейчас с этим персонажем. Врывается там он Миндер, а тут под Аплепаймпл. Есть Golden Brace. Миссери заходит под спринтом. А Трохкет Берриджи. Но грунт Судик Берриджи по-троим неплохо сыграно. Но там жилу Грейв. Жив пока, но Тир погибает. Слоп вверх. Энви тоже жив. Шадо Дэнс не провязал. Просто импл не хватило. Вихса делает уже дабл. Афеты Винтерскерс у Крита ворованы от PLT. И разбирают и четырех героев, ребята, и Сикрет. Трипл килл бай Виха. Какая же классная атака от команды Сикрет. Забирают четверых. Пайл Айда и Винтерскерс, который можно будет еще использовать. И сейчас тут же заберут вышку. Отличная атака от Сикретов. Вот она реализация Шадоу Блейдов. Отлично. Зашел Биха также своим прокастом. Получилось шикарно. Это первая реализация Шадоу Блейда. Не ожидали увидеть его явно ОГЭ. И сейчас в несколько тяжелой позиции. Алхимику забанили весь лес. Леса ему не пофармить. Все, что есть, это линия. И нужно либо как-то разварживать, ну, либо Алхимику уходить во вражеские леса. Либо стоять на лайне. Надо что-то придумывать. Оказалось бы, Алхимик боевой. То есть, наоборот, должен был в таких файтах принимать непосредственное участие. Но вот здесь как-то не поспел. У него нет УТП. У него в принципе нет УТП. То есть, оно не на кулдауне даже, а просто его нету. Хорошая атака от Квин оф Пейн, но... Да, руна Хасты спасает. Я так понимаю, просто немножко попугал он здесь Алхимика. Не более того. Ну, вот, ты знаешь, Орхид появился. Был бы Соник ВФ, я думаю, с Алхимика здесь был бы разговор довольно короткий. Так, ну и Мизери. Нужно помочь ему. Оставьте одного крипа хотя бы. С Лордару оставили. Все, Блинк есть. У Алхимика также появляется Блинк. И тут же заход на Рошана. Моментально. Так, давайте посмотрим, был ли Вижн какой-либо у Сикретов. Сикреты немножко сейчас отвлеклись. Они дофармливали свои ключевые артефакты. И не успеют, скорее всего. Да, аккуратно очень зашли ОДЖИ. Вардов в этой части у Сикретов нет. Там снизу один вардец стоит, но он особо ничего не показывает. В плане Рошана и захода на него. Ну и в итоге Рошан падает. Внезапно и хороший выход получился. Герокоптер забирается. Биаретис. Это солидный бонус. И сейчас можно пытаться реализовывать. Сларк с Шадоу Блэйдом. Находит его Алхимик. Вешает медальку. Сларку приходится уходить. Как же больно. Да, минус армор дикий. И Сларк вообще не боится своими ХП. Вроде такого. Можно было попробовать напасть на Клакверка. Нападает на него Квинов Пейн. Вешает Сайланс. Очень больно Клакверку. Ну там Блэйд Мэл. Тут Клапа скорее больше сама переживала свое здоровье. Пытаться как-то еще раз кастовываться с Ваниквеймом. Было бы себе дороже. Так, ну ладно. А Форстаф и на Мизери мы поговорим чуть позже. Здесь замес на миде. Нападение Сларка на Алхимика. Очень табло. Очень дерзко. Ну в итоге... Ой-ой-ой. Да, в итоге прогоняют здесь Энви. Он явно не боец против этих двух ребят. Еще и Саеги, сам Алхимик забирая Тавр. Так вот, Мизери купил себе Форстаф. Это, я так понимаю, против Клакверка Контра. Там, безусловно, один, хотя бы минимум, один Форстаф Секретом на команду был нужен. Играть против Клакверка. Вопрос, кто должен был собрать? Ну и казалось бы, Блинк на Слардаре. Но Слардар у нас такой семи-суппорт, получается. Хоть и стоял на оффлэйне. Он такой альтернативный вид Тускара с предыдущей игры. Он просто бегает и пытается стать спейс для своей команды и помогать Сларку делать фраги. Ну, Форстаф в данном случае хорош по двум моментам. Потому что и врываться с него так же можно, и уходить можно. Слюс ко всему, конечно же, и Спадкоп тоже можно своих героев спасать. Ну, такой тут сам себе саппорт, получается. То есть, как правило, это в Слардаре вылетал Клакверк. Ну и вот, собственно, сейчас мы, может быть, увидим. Это закрывает его. Форстаф Юзайет. А там ушел в шот. Да, и тут он перехитрил. Хороший сайленс от Клапы. Дали расставаться. Там спину закатил Энви. Винтерскерс внезапно получает коллдаун. И вот его запас здоровья. Тепаут Юзайет. И Коги ставит отличный Мунминдар. Мунминдар красавчик. В этот момент Алхимик еще и забирает купея с дабл демеджем. Алхимика не остановить. Бежит во вражеский лес. Находит Квин оф Пейн. Квин оф Пейн уходит на блинке. Да, Энви здесь немножко загуляла. Отличная реакция открыта. Моментально. До прожатия Дарк Факта. Сларк Пейн. И здесь такой вопрос становится. Если мы посмотрим на глубокий лейт какой-то. То Сларка есть чем ловить. Как раз таки тот самый Винтерскерс. Слишком суров. Да? А в Шадоу Дэнсе работает Клакверк. Замечательно. Клакверк, да. Клакверк здорово сейчас с билл когами. Ну такой можно сказать стандартный мув относительно. И опять Сенж. Я так понимаю опять этот Сенжин Ярша. Но про этот билд можно наверное ничего плохого не говорить. Потому что слишком классно зашел он в предыдущей карте. Против Evil Geniuses. Да. И в принципе если мы посмотрим на Алхимика. Медалька. Даззл. Который также снижает армору. Вот эта банка которая залетает. Она может в лейте снимать очень много хп. Ну вот и знаешь Miracle. Действительно собирает себе крутые артефакты. Но вот с самого такого супер крутого и жесткого отрыва от Кор Героев Секрет. Но пока не наблюдается. Ну там есть преимущество. Но относительно клопы это где-то 2 500. Ну вот от Слард конечно больше 3 300. Ска-3 300 даже получается. Так Бин оф Пейн. Находит Алхимика. Сбивает ему Блинк. Ну да. Развел. Развел здесь Клакверка. В общем об этом чуть раньше я говорил. О том что если это Алхимик фармящий с Макшиной монеткой и Радиком. То да отрыв на 2 000 это мало. Но в такой ситуации отрыв на 3 000 это реально отрыв на 3 000. Он монетку взял только сейчас. У него 4 банка которую он лупит очень больно. И у него артефакты все абсолютно на драку. Да это есть. Поэтому драться собственно нужно. И нужно непосредственно участие во всех вот таких вот начинаниях стороны тиммейтов принимать. Секреты отыграли по графикам все. Но опять УГ после последней драки вышли вперед. Ну да. Сказывается фарма Алхимика все-таки. Ну и там где-то Сларк на один раз отъехал. Так что есть определенные минусы. Клопап. Пает себе поинт бустер. Будет выход в Аганим Скептер. Но Тейл заходит за спину. Довольно палевно, довольно нагло и жестко. Неужели их попытается переплатить? Монминтер на исходной позиции. Дал ракетку. Нет. Тут просто такой легкий. Да. Доминатор приносит себе. Гирокоптер с Айгисом. Он ничего не боится. Поэтому вот так вот нагло играет. То есть это даже не попытка сагрессировать. А просто спокойный выход на линию. Так, снизу Винтерверн не дает Энви подбушить таверу. Энви 2.800. Очень интересно посмотреть, какой же айтем билд будет выходить Энви дальше. После своего шота блейда. И видит Пупея сейчас на варде. Видит Queen of Pain. Приходит Миракл с одной стороны. С другой стороны у нас здесь Флай. Вместе с Нотейлом. Заходится Пупея через плинг. И стан пытается Пупея разобрать. Пупея ничего не сделал. Погибает мгновенно. Но его команда, конечно же, рефицируется с чужих владений, чтобы не подставиться тоже. Слишком много вижена. Да, и без шансов. Аегис заканчивается. Но я не могу сказать, что его прямо не реализовали ОГЭ. Они доминировали, они фармили больше. И вторую игру подряд мы уже видим преимущество команды ОГЭ по ходу игры. Они очень уверенно смотрятся. Секреты пока что смотрятся лучше, чем в первой игре. Но... Ну да. Это тоже факт. Так, и вот снова ОГЭС убирает все свои силы поедино, чтобы навестить противника. И он под Shadow Blade сматывается от Miracle. Все остальные тоже уходят в рассыпную. Блинки от Miracle. Вот о чем я подумал. О том, что... Вот в такой ситуации, пока Сларк еще не расформился, так чтобы он был неубиваемым персонажем, есть смысл купить ранний гем. Вот я сейчас смотрю. Тут вот... Сандришник один есть. Ну вот гем. Гем, во-первых, поможет снять весь вижен противнику на карте. Во-вторых, Shadow Blade с Ларком тоже не будет работать. Можно будет попытаться быстро синицировать, тем более, что у Winter's Curse уже есть блинк. Ну, тут Крит пошел в интересный артефакт. Это блинк как раз-таки. Да, ну вот про который ты сказал. И... Ну, здесь ни секунды теперь расслабленности нельзя допускать. Радиус очень большой у Winter's Curse. И с блинком синицировать можно чуть ли там не с 2000 рейнджа. Все верно. Вот поэтому и нужен гем. Так, что-то подловить. Тем более, даже вот не факт, что он, когда прожмет Shadow Dance, а он сможет, наверное, его прожать, что он уйдет. Да, опять же, вот Кук вверх. Монминдер будет по этой тучке ориентироваться, на цел давать свои, потом Кукшотом влетать. Да, Монминдер покупает себе Point Booster. Возможно, тот самый Аганим, про который вначале аналитики поговорили. Но как бы решили, что вряд ли будет. Да, а Miracle будет опять выходить в Silver Age. Почему Silver Age, хотя вроде здесь нету пассива. На самом деле, сверху. Спасти не удалось, очень быстро его разобрали. Виктор, по Double Dabbit, сразу же блинкауты. Сматываются, сматываются, потому что куча ТП-шек из стороны ОДЖИ. Ну вот очень не хватает таких моментов к герокоптеру БКБ. Он купил себе Сенш, Доминатор. Но пора подумать о том, что с прокаста убивает Queen of Pain. Но это очень больно. Да. Ну и, в общем, возвращаясь к разговору о Silver Age. Он, в принципе, силовику дает очень много статов. То есть это как Shadow Blade, только Грейджины, который тебе дает еще много урона. И ХП дает. И, видимо, из-за этого покупает его Miracle. Но пока что непонятно. Может быть, это и не будет никакой Silver Age. Может быть, Shadow Blade дом ограничится. Квакверк. Ловит. Ой, ловит Энви. Энви уходит из коков. Поднимают Квакверка в воздух. Здесь же Винтерскерс на Пайлайдая. Нужно забирать. Нужно... Нельзя отдать Пайлайдаю Винтерскерс сейчас к риту. Да, но на кулдауне у него утимейт, поэтому ничего страшного. И забирают. Забирают у нас Рубика. Тем временем с Инжиньяш появляется на Гириче. Миракл покупает Shadow Blade. Аккуратненько себе его привозят. Не парится никак. Так, вот сейчас он включает форму. И, возможно, уже начнет свое первое путешествие по карте. Так, она в середине Мэнви согрессировать снова пыталась. Артикверн получает. Сразу же фаунд, старпак. МП мало, а самое главное, что тут Энви нет. Мунминдер идет до конца, сокращает дистанцию на Энви. Но далековато все-таки Слава находился. Миракл не было. Аганима тоже нет. Крит без Бринтерскерса. Цепить было просто-напросто нечем. Алхимик, ты посмотри. Снова не палится. Но вот сейчас стоит обсервер. Миндер хороший обсервер страны Сикрет и видит Миракла, знает, что у него есть Shadow Blade. И теперь будут его опасаться. Так, Мунминдер снова на Энви. Сколько же можно не погонить продолжать? У него уже есть Shadow Dance. Ну да, но Манна как-то вообще очень мало. Если он прожмет Shadow Dance, он останется в холках сидеть. Но Мунминдер в итоге просто прогоняет Сларк и не дает ему фармить. Хорошая игра. Виверна зафармливает линию. Сверху встреча. Война, Алхимика. Алхимик зарядил бонку. Ой-ой-ой. Как же больно. Пупей. Пупей занялся Space Client. Да, ну у тебя просто что он там делал? Вот такой. Зачем он туда шел? То есть он знал, что у Алхимика есть Shadow Blade. Знал, что Алхимик в лесах и все равно направился туда. Видимо, я решил проставить вордишки, чтобы опять же под бошь что-то ждать фишек. Но этот проход не мельчался успехом. Тем временем, БКБ от Вихи. Мы видим. И у Пайлайда тяжелая ситуация. Мунминдер идет за ним. Да, и приходит. Когами отхидывает назад. Получает минус армор. Да, на кулдауне у него, боже мой, Arctic Burn. В итоге Крид уходит в Винтерскерс. Забирают у нас. Винтерскерс на Виху. БКБ не спасает. Еще Энви начинает бить своего же тиммейта. Байбэк от Рубика. Драка не будет продолжаться, потому что с Игритом мне делать нечего. Энви пробежалась там. Но это с Игритом нечего. А у Гэта есть чего. А почему ты пошли и умирай до пола. Это уже подставляется под диким замедлением. Ну что за конвейер в исполнении Team Secret. Я эту команду не узнаю. Да. Вы потеряли только что гов героев. Квапа без байбэка. Зачем вы стоите под тавром, ребят? Ну вот там пятеро героев. У Джи. Они же вот врываются под тавр и лупы. Там же с Гринтом, Алхемия. Там же Arctic Burn. Три тысячи зарабатывают. Две тысячи теряют. Байбэк на Рубике. Дайбэк на Рубике. Правильнее сказать. И дебить-то нечем. Байбэков нету. А Миракл уже заходит и начинает ломать базу. У Гирокоптера готов кулдаун. Энви играет через Линкен сферу. Полторы тысячи. Но он боится подставиться под что-либо. Залетает на Гирокоптера. Так. Сейчас получится какой-то нюк. Закрывает скоки. Шадоу Дэнс нужно прожимать обязательно. Теперь кулдаун сверху на Энви. Энви что будем делать? Как будем спасать жизнь свою Энви? Ну вот так пытается паузу мути. Дарфак прожимает. Но тавр при этом падает по-прежнему. Есть амплифай. Пытается раскидываться Мизери. Сам он драку тоже встревать не хочет. 20 хп остается у Энви. Нападение на Мунминдера. Все в Мунминдера. Бедного, которого загеливают. Купей падает с одной тычки. Мизери на развороте. Стан неплохой. Алхимика убить. Алхимика убивают. Гирокоптера должны убивать. Но Грейп. И попытка сделать ТП на Гирокоптере. Но Тейл уходит домой. Фантастика. Вот верх не ушел. Там Флайя пытаются добить. Время Мизери ныряет дальше на форстафе. И забрали также у нас товарища Флайя. Минус 3 в ответ делают Сикреты. По-доброму. Даже не по-доброму. По-злому. А не обозлили своего противника сейчас. И отомстили. И сразу же тут Рошана. Так. А будет байбэк у Алхимика, если он захочет подраться. Но Флайкверк и Даззл будут еще довольно долго цепь, наверное. Поэтому скорее всего Рошан. Ну, Рошан падает очень быстро. Под минус армором Слардара. И хрипы. За ними. Опа, ребят. Боже, какое палево. Но заберут все равно. Да, в другой ситуации это могло бы порешать. Здесь решают отдать сопернику Аегис. Теперь Сларка очень тяжело убить. У него Линка, который защищает от банки. И самое главное от Винтерскерса. Это действительно, кроме Винтерскерса, цеплять здесь чем-то тяжеловато. Но отставание в 10 тысяч остается. Ну, вот тут и да, и нет. С одной стороны. Потому что пока практика Винтерскерса в этом записи не было. Ой, а вот Монминтер, ты сейчас зря подставляешься. Прямо под сердц-3 пытаются съесть. Монминтер, Блэдмэнс. Северный двухшот на развороте. Шелу Грейф от Дазлка в живое время. Энви стоит, сейчас выйдет в шот у Дэнса. И будут его встречать. Станечка. Втарбак прожимает линку. Уходит в стану на тренир эклах. Меркл продолжает свое движение в сторону противника. Сларк пытается уйти вместе с тупеем. Давит на 5. Но потеря не всегда идет. И Винтер Виверну, которая непонятно там оказалась. И в итоге Энви здесь выживает. Ну, так, в легкую немножко секреты переворачивают эту игру. Немножко отграли денег. Еще больше получают инициативы. Сейчас будут фармить, отрываться все сильнее и сильнее. Вернее сказать, догонять. И Виверна покупает гем. Пора. Пора. Причем пора давно уже. Минут как 7 назад я об этом говорил. Ну, в общем-то, все равно нужен этот артефакт. Безусловно, контрить с артом. Меркл выходит в Кирасу. Очень много минус армора. Кираса даст еще пятерку. Она как нельзя кстати здесь будет. Самое сейчас важное пережить Аегис. И как-то не слить свое преимущество. Или, может быть, даже попытаться его увеличить. Но главное не слить. Да, вот у нас была статистика, что только дважды Мизери покупал. Сначала Форстав, потом Блинг. Обе игры выиграл. Но потому что, наверное, потому что каждый раз, когда он это делал, он думал головой. И когда ты думаешь головой, у тебя хорошие шансы победить. Ну, здесь Форстав. Форстав здесь работает. Согласен. Блинг он уже, кстати, прикупил. Гирокоптер, ну, знает, что нужно по КБ. Поэтому, может, там, Метрил Хайнер есть. На КБшке осталось буквально сотни. Так. И закупился такой Миракл. Или нет. У него Киперстон я вижу. А, это все, что у него пока есть на данную секунду. Ну, хорошо. Вообще, конечно, после того мини-камбэка Секреты убили Рошана. Там сделали килл. Троих убили снизу. Получили деньги. Это самое важное. Потому что Энди имеет 3000. И Квапа купила себе Аганим. По КБ есть. Также есть Орхид. Закуп у Вихи очень хороший. Миракл сейчас главное не наступить на какой-нибудь центряк. Это самое опасное, что он может сделать. Такой в стиле некоторых игроков. Не будем называть. Ошиб потом от Пупея. Решил раздевардить. Приходится там Нотейл. Рокет Береджи. Но пока Форстаф его спасает. Коби Миссел до конца. Котор инициирует Мизери. Сразу же пытается уйти. Надо раскинуть Амплифай. Миракл до конца врывается. Пупея. Пупея сливает. Пайлайтайз паровал. Танчик раскручивает его. Его нужно будет кого-то дать. Тем временем зарывается. Мунминтер в Мизери его не отпускает. Миракл пытается съесть и Энвик. Олдаун взлетает по Энвик. Энвик должен тоже ретироваться. Падает Слардар. Тем временем минус 2 уже сделали. Ну и вот теперь Виха. Пытается пробить слай. Винтург Скёрт сквозь БКБ. Пилит Виху пятером. Олджи пытается отбинковаться. И Утилус там. После БКБ не отпускает. Кинопейтон минус 3 от Олджи. Фантастика. Олджи против Аегиса. Сларк попытался съесть Алхимика. Но не за один присест. Придется этого Алхимика за несколько присестов съедать. Да, фантастика. А я тебе так скажу, что пока Энви не купит себе МКБ. Пока он не купит себе Скади. Вот эти два артефакта. Он вообще не боец. То есть те три удара, которые он успел сделать по героям противника. Они вообще ничего не значат. Но Энви пока вот только своим нетворцам выделяется. По, скажем, какому-то импакту в замес он практически невидим. Да, дэмэджа практически нет. Разве что магия. Ну и некоторые проблемы у Пупея. Я уж не знаю, с чем они связаны. Но 0.8 на Байне это многовато. И без Пупея команда Сикрет это... Это кто вообще такие? Хочется сказать. Ну потому что все понимают, что это ключевая фигура в данной команде. Очень хочется, чтобы он свою игру нашел. Из-за того, что сейчас он подставился первым, все пошло не так. Так, Сларку нужно подставляться первым с Аегисом. Ну и смотрим, сейчас он заходит в Shadow Blade'е. Но там уже Кираса. Там физика вообще не пробивает. Нападение на Гирыча. Гирыч ждет. Гирыча подхиливают. Hold'em Brace. Здравствуйте. Энви, он больше пострадал сам, чем пострадал Гироков. Прожимается по КБ. Энви, Энви, Shadow Dance пытается слайд. Есть Шелло Грейт на себя. Куча сейва. Просто куча сейва. А теперь будет ответочка. Он Миндорк ставит. Хоки хороший. Энви с активом проигнал. Также у нас Dazzle. Пытается расти Гирокоптер вместе с Алхимиком. Энви возвращается в Драку. За Нотейлом Погоня идет. Дает Арпак. Крызет до конца. Ты посмотрю, он очень хочет его смертью, но не догоняет для Алхима. Возвращается на Миндора. Там Алхимик развлекается. Убили Бэйн. А снова ныряет Энви. Есть Оргит на Мира. Кламиру Кулуни. Страшно. Он просто на развороте читает драться со всеми. И Энви. Энви падает. Падает. А едетесь. Есть ликшот у Миндора, потому что есть Аганим. Аганим здесь очень хорош. Но в итоге решают уйти. Гем успела подобрать Queen of Pain. Шанс забрать Алхимика. Это очень много. Алхимика забирают. И драка выиграна. Вот теперь Аегис реализован так, как надо. Глакверк не отпускает Виху. И нужно забирать Гем Мунминдор. Но, боже ты мой, что же ты делаешь сегодня? Важнейший фраг. Важнейший Гем. И домой. Он, по-моему, нечестно играет в сегодняшних матчах. Кто зарядил так Мунминдора? У него мап-хак какой-то. Он попал в эту квапу ракеты, не видя ничего. И уже по ракете фук-шот. Но это вот то самое обострение. Чувство, чувство слежки за противником. Обострение у Мунминдора. Срочно вкалите ему что-нибудь. Доктор. Иначе Сикреты могут проиграть 0-3. К нам, нас к такому не готовили. Ну да. Я думаю, тут все немножечко в шоке. Как и на Вене. Я уверен, трансляции тоже. Да и мы сидим тут. И просто радуемся тому, что происходит. Потому что, опять же, вот эти ребятки с лозеров показывают чудеса. С предыдущего замеса, чего не хватало OG, в частности, Алхимику, это контроля противника. Вот. Потому что Алхимик побил одного, побил второго, его кайтами разводили. Поэтому надо что? Правильно, МКБ или Абиссл. МКБ прошлое. МКБ покруче Абиссла работает на Мире. У Алхимика, да. Вот у этого Миры, кстати говоря. Против ЕГО он это показал. Ну, опять же, как альтернативный вариант, можно и Абиссла приобрести понадежнее будет. Так что ждем появления этого артефакта. Но пока под с таками, лучше. Скади у Энви. Врыв. Врыв. Ракет пошла, уходит в Энви. Здесь же ракетка еще одна. Тем временем Слардар цепляет у нас Нотейла. Будут ли за него драться? Сбили Линку. Немножко опасная ситуация. Да, Сикреты тоже купили гем. Он у Энви. Клакверк. Смок разбивают. По-моему, видели этот смок. Сейчас посмотрим. Смотрим позицию. Мунминдер все спалил. Хорошие Коги. В лицом в Коги тыкаются два героя. Кларк пошел дальше. Клакверк на подсейв. Клакверк танкует. Сбивает Бейну. Ультимейт. Мунминдер. Остановите этого парня. Но Мунминдер уходит на ТП домой. И ушел. Да. Смотрим, пробивает Нотейла. БКБ у нее закончилось. Смирокл идет пытается поймать Мизери. Хорошо прыгнул. Герокоптер минус. Остается Мирокл. Опять один. Опять один против всех. Четыре его местят. И он, скорее всего, тоже погибнет минус три. Отличная драка от команды Сикрет. В итоге забирают трех героев команды OG. И здесь ничего не помогло. Я так понимаю, Даззл вообще отсутствовал в драке. Потому что от него я не увидел ничего. Да, он прожал ТП на ауту и ушел. Плохо, потому что у Алхимика нет байбека сейчас. У Сикретов реальная возможность пронести мин-линию. Я думаю, они будут этим пользоваться. Сиртва съедают очень быстро. Глип, конечно же. А, вот так провязали. OG не оставляет на хайграунд, что будет знак для Сикретов. Это будет быстренькая такая красная дорожка после хайграута. У Алхимика нету байбека. Да, это может быть минус-мид. Дефицит здесь не так уж и просто. Ну, Даззлу нужно уже кастовать ультимейт. Герокоптер байбекается и расходится. Хорошая драка, хороший развод на байбек. Благо, Гем удалось сохранить сейчас в команде ОГЭ. Он был у Флая. Но, в целом, по графикам мы видим, что все преимущество отыграно, которое было. Да, ну и, кстати, также видно, что если инициируют сами Сикреты, OG сразу мгновенно правильно позитонировать себя не получается у них. Да, и они встревают. Встревает герокоптер, падает очень быстро. И умирает потом следом Алхимика, оставшись без поддержки. Тяжеловато цеплять этого Сларку. Он очень мобильный и есть только в Винтерскерс. Нужны какие-то дополнительные контроли. Вот, как ты уже говорил ранее, что без какого-то башера, без, может быть, Хиггса еще очень тяжело с ним. Нужно кому-то сбивать линку и при этом дальше убивать. А он уже имеет 2400 хп. Это не тот Сларк с фейзами голыми. Да, более того, у него и денег сейчас много. А 3,600 он накопил. Продолжает фармить дальше, конечно же, не останавливается. И потихонечку так подбирается Алхимика. И вот теперь смог. Провязали сами OG. Так, попытка кого-то поймать, да подладить. Под Вардом бегает сейчас Бэйн. То есть, знаете, он находится. Энди бегает под Энвизом. Он сейчас будет фармить нейтралов. И вот на этом месте можно поймать. Возможность хорошая. Поэтому не переагривать на Бэйна, а идут точно на Энди. Фухшот там был, видимо, в своих, да? Фухшот был в своих, судя по всему. Да. Что-то не разобрались. Теперь Энвиз берет себе Блэк Кинг Бара и его практически не убить. Это был великолепный шанс забрать Сларка, забрать Гем, и ты доминируешь. После чего забираешь Рошана. Но, как мы видим, не все так просто. Заходят на Рошана и будут пытаться забрать его довольно нагло. Нет, вижу, у нас здесь все секретов. Они могли лишь только догадаться по траектории отхода просили, где, возможно, они сейчас располагаются. Но мы видим, что понять этого не удалось. И секреты пока подпушивают медленник. Важнейший Аегис. Забирать Террокоптера, которого нет, байбека не забываем. Да, Сыр уже. Это третий Рошан. В итоге Сыр можно забрать. Ну, пока что забирает Виверна. И идут аккуратненько дефить свой мид. Позиция, конечно, очень хорошая. Здесь у секретов заходят Энви. Мизери там тоже пока под Энвизом. Видя Энви. Меракл тоже в Энвизе. Все в Энвизе. Врывается на мид, потому что там был Гем. Меракл дает Эсид Прэй. И зашел. Мун Минтер ставит коги. Отталкивает противника. Меракл пока под Судембрейсом. Крита скитает под Финсгриппом и Оркидом. Отлично нашел. Грейб от Клай. Спасает своего крита. Винтерскерс на развороте можно дать. Не дает. Потому что Энви дает Шоттудэнс. Пытался прививать противника. Шоттудэнс заканчивается. БКБ тоже. Теперь получает Винтерскерс. И его будут убивать. Хорошо. Расконтроль. Чем они сбивают Клинку я не могу понять каждый раз. И ловят еще Клинок Пейн. Блинк. Одна секунда. Нужно блинковаться. Успевает. Ракеты. Ее светят. Ракетка. Стану. Идет банка. Ой-ой-ой. А Минтер-то сможет продолжить? Виха. Снова уходит. Да ладно. Ракетка. Хукшот мимо. Мимо хукшот. Да ладно. Не бывает такого. Мирокл заканчивается. Удар в руки. Ракетка. Сбейте ее. Боже. Нет. Ракетка. Слип от Тупея. Тупея. Как же он контрит такие расклады. Ха-ха. Хорош. Да. Это сейчас было на грани. Но у Энви все еще нет байбэка. И так получилось, что пока гнались за квопой, оказались около базы соперника. Идут вниз. Где нету вышки. Фортификейшн вороте. Да. Из Кираса это моментально их минусанет. Эээ. Вы слушай. Прямо сразу пользуются таким вот отсутствием. И тем, что у него нет байбэка. И сносят в сторону. А это неприятно. Я все очень понимаю, чем они сбивают линку сварку каждый раз. Потому что каждый раз ее чем-то быстренько сбивают. После чего Виверна раскастовывает Винтерскерс. Позен тач? Ну вот да. Ну а это же все долго летит. Там что Позен тач, что банка алхимика. Ну относительно долго. Для такой игры. Ну видимо им. Потому что больше нечем. Тот редкий случай, да? Когда... А Splinter Blast? Вариант. Ну просто да, это опять же долетает. Вообще видно было, что как только вышел Шоттуденск, сразу же Винтерскерс. Очень хорошая драка. Алхимик втанковал под Колдем Брейсом. Мунминдер там перекрыл вообще какие-то все пути отступления. И выиграли за счет этого. И опять у нас графики скакнули вниз. Ну... Там на самом деле даст очень много все сделал. Потому что в Крита, вот в Винтер Виверну, залетел Орхид и Финс Гриф. То есть два серьезных, две такие серьезные способности. А их перекрыл просто апостол Даззл, дал Шолл Грейв. И потом все выжили и на развороте убили. Да, но Даззла самого уже сайленсить бесполезно. Потому что он купил себе супер сапог. И теперь это огромная... Боевая единица, огромная сила. И рефрешер уже почти готов у Крита. Ничего себе. Суппорты какие-то дикие Олджи. Уже какую карту подряд? Что с ними не так? Почему у них так много денег? А почему они опять раз за разом вытаскивают за место? Ну может, потому что они не 0.9, как капитан противоположной команды. Какой в камень сейчас в огород купея слетает? Ну, ему тяжело. А Бойнуто по-хорошему артефакты нужны. Да, вот он, Винтерскерс. Теперь два их в драке будет. И тут же смог. Пошли вперед. Гардингрифсы юзается перед началом этого захода. Бабочку покупает себе герокоптер. Опять же, намекая на то, что пора уже Славку покупать МКБ. То есть, с защитными артефактами вроде более-менее разобрались. Кадди БКБ-линка. И нужно МКБ. Потому что есть Солар Крест, есть Баттерфлай. И это все нужно пробивать. Немножко алхимик с пустым грузом. Здесь 4600. Но все равно у него топовый Нетворс. Поэтому может себе позволить. Идут, идут, идут. Очень опасно сейчас заходят. Команда ОГЭ. Видят Энви. Можно просто дать ему два Винтерскерса, и он умрет. Ну, сбить первым линку. Но не очень хочется так использовать. В итоге... Да, в итоге у нас клокверк на миде палится. Слишком глубоко заходить не хотят. Понимая, что это может быть чревато. Но, как мы видим, только клокверк у нас. Байт такой. Ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы напасть на этого клокверка в такой ситуации. Каким-то вообще шальным парнем. Согласен, согласен. А что у нас с гемом? Гем, я так понимаю, у Джи... Выбили. У Секретов тогда? Да. Там же Сларка было. У Сларка было, его выбили. И теперь без гема. Его, как мы видим, без гема. Игра сложна. Жизнь-боль. Энви, слишком далеко выходит. Клокшот не попадает на спонминдер. Не получилось инициировать крамоком. Ну, а гем, который выбили, он находится в фурьере сейчас. Есть еще Аегис. Все еще есть Аегис. И... Да, сыра вроде как нет. Его прожали в одной из драк. Понимаем мы, что, конечно, хотят нахалявить ЛДЖИ. Что вот так вот одного выбывшего из своей зоны, скажем так, противника найти и убить. Но не поставляет. Игра-то действует пока довольно грамотно. И, возможно, сейчас Ами будут в ответ разбивать какой-то смок. Ну, идти сейчас это самое глупое, что может быть. Потому что у Алхимика слишком много денег. Мне кажется, если он не хочет себе сейчас ничего покупать. Грейдить там Сильвер Эдж для статов. Что-то выкидывать. То лучшее решение это купить Дазлу Аганим в такой ситуации. Но Дазл станет невероятно толстым. Плюс ко всему его ультимейт станет невероятно сильным. Ну, если мы вспомним игру против ЕГЭ. В такой же ситуации Мирка. С таким же набором артефактов. Продавался Энжин Яшу, покупал МКБ. Вот. Солар Крест он там продал. А, Солар Крест... А, Солар Крест... И, в принципе, по ДПСу ведь один из топовых артефактов. Ну, когда-то может быть это и случится. Но пока что 0.98, 300 монет и все варды на пупее. То есть у него и так тяжелая ситуация, он еще и все варды покупает в своей команде. Ну и зажали полностью. Нужно забирать вот эту вышку сверху. Это будет хорошее решение сейчас. Ну, там есть мнение, что не станут Сигреты защищать Тауэр. Пытаются еще просто подфармить. Что касается байбеков, стараются самые байбеки держать. Ну, Солар Крест, в частности, Кминов Пейн тоже. Просто больше фармят УДЖИ. За счет монетки Алхимика, за счет лучшего контроля карты. Здесь фармит один Энви. Ну и периодически подфармливаются линии, которые доходят до базы. А здесь фармится все. И сейчас вот просто чудо Алхимик. Сколько он поднимает с баунтируемого на 45-й минуте. 695. Офигеть. Легкие 700, по-моему, до Миракл. Залетели еще. Да, тут просто оставляя Алхимику все баунтируемы, можно выходить по графикам вперед. По байбекам только у Энви клопы и Алхимика есть. Здесь тоже не хотят рисковать пока что. Слить там Гирыча без байбека будет слишком опасно. Там, да. Ну, Киркоптер 200 монет, он за драку все равно нафармит. 103 монеты тоже до байбека у Рубика. То есть, ну, появятся, думаю, эти возможности вернуться в игру моментально после смерти. Муншард съел Миракл. А, вот так вот, да? То есть, ничего продавать не стал. Тоже такая опция, про которую я постоянно забываю. Выходит Сларк. Сларк видят. Сларк. Сларк. Сбивает Винкук. Пошел первый Винтерскерс. Форстап. Ульт Дазла. Есть еще второй Винтерскерс. Зонят Слардары. Не дают ему ничего сделать. Крит. Хорошо сыграл. И рефрешер остался у него. Ну, не получилось напасть. Ничего страшного. Секреты все равно. А на БКБ развели Атвихи? Такой маленький плюсик. Это много. И Факверк. Врывается. Но слишком далеко. Сларк. Слипает его. Не нужно было его слипать. Его нужно было просто убивать. Он поднимает себя в ЕОЛ. Мизери. Вот не хватает пацера Миракл. Он залетает. Делает парочку ударов. Но противника тем просто набросто убегает и кайтит. Классно, Муншарт. Плохо то, что от твоего Муншарта просто можно уйти. Энви, тем временем. Посмотри по Shadow Blade. Погоню. Он решил организовать. Этим, это должны поддерживать. Главное, он вообще себя чувствует? Он под темом один против всех. А где помощь? Вот Виха подлетает. И Винтерскерс готов у Виверне. Очень опасная ситуация. Энви. Винтерскерс на Виху, который спрятался в лесу. Это была не лучшая точка. И теперь без Вихи будет тяжело. Нужно Вихе байбекаться. Да, это вот тот неловкий момент, когда ты думал, что все, внимание будет поделено на Сларку. Оказалось, что Клопа тоже может пострадать. Ну, хорош крит. Как же он играет на этой Виверне? Решение принимается моментально. Отзонил Сларк? Да, ракинул Винтерскерс. Это очень важно, чтобы... Смотри, Биркл в соло пошел Мизери забирать стан и ушел на блинке. Ну, так тоже можно подставляться, конечно, что противника он не захотел. Такой таунт легкий. Насмешка над Мизери, мол, на тебе банку. Баунти руна. Внезапно. Наставляет, конечно. Вот он, вот он появляется, заветный. Ну, Миракл, ну, молодец, ну, молодец. Ну, вот прям хорошо подбирает этот билд. А Гируч тем временем не забывает себе стакать големом и получать дополнительный фарм. Втроем уже находятся на миде, делают вид, что это байт, но на сей раз это не байт. Как же они передумывают секрет? Ну, в такой ситуации, когда ты не можешь выйти с базы, тяжело здесь принимать решение. Согласен, согласен. Тут даже вот такой чудо-капитан, как Купей, я думаю, страдает. Потому что что делать с своей командой, он практически не знает. Они пытаются играть от дефа. Посмотрим. Ну, статистика. Объявлена неделя Миракла. Количество алхимиков с Рьянсом в пабе уменьшено до нуля, по-моему, сейчас. Ну и вот, положа руку на сердце, хочется, конечно, пожелать удачи Мираклу, чтобы потом, глядя на него, все юные дарования в пабах просто говорили, что вот этот алхимик, конкретно вот такой, он выигрывает мейджоры. А алхимики, которые другие, они не выигрывают. Здесь я бы сказал, что для всего хорошо своя ситуация. И просто, ну, даже опытнейшие игроки уже с закатанными глазами собирают этот Родианс. Этот парень один из немногих, кто говорит, нет, Родианс мы собираем в исключительных случаях, здесь мы будем играть по-другому. Я уверен, что если будет какая-то возможность, он купит Родианс, там и Октарин, и если нужно, будет по ситуации это сделать. Да, спасаются. Спасаются. Баунтируем на этот раз, не достается. Маленькие големчики стоят в контроль Дрошана. Покидает, Эхэмди. Все, ТП-шку уничтожил, все уничтожил, почистил площадку. Какой негодяй. Ну, сейчас могут попытаться в него влететь. Снова вакушет своего, по-моему. Да, Миндер у нас периодически так въедается в противника, просто в спину атакует. Союзников, я бы даже сказал. Да, да, да. Ну, это из разряда ульту своих, чтобы чужие боялись, но так же поступает Миндер. Это немножко даже вина не его, а вина тиммейтов скорее. Ну, потому что, как игрок на клокверке, ты никогда не смотришь, есть ли кто-то перед тобой. Ты видишь цель и пытаешься в нее разультиться. И... Замечательно. А зачем забанили своих хендшинтов? Ну, ладно. Ты смотришь именно в цель. Ты не можешь уследить, есть ли кто перед тобой. Здесь тиммейтам нужно, конечно, видеть, когда он говорит там, ребята, ребята, у меня сейчас выстрелят в кукшот, разбегайтесь. Знаешь, такая ситуация, скорее всего, когда Миндер просто куда-то залетает, и тиммейт надо понять, что он делает, потому что он слишком бешен на фоку. Ему говорят, нет, не надо, и специально подставляют свою спину, нападение на Сларка, Сларк, Линка, застанели Пупея, Пупей в смоках. Опасная ситуация, мизери, нападение на Миракла, бить его здесь тяжеловато, пошла ульта Даттла, залетает банка, Винтерскерс в Энви, ой, как поймали его, Энви форстафит, Энви уходит. В итоге Пупей хорошо отыгрывает, забирают Винтер Виверну, Флай успевает дать Грейв на себя, пошел Миракл, уничтожать Пупея, Пупей в таверне, Гирокоптер, Гирокоптер минусует... Энви, Алхимикс, Блинка, делает еще один фраг. Ну, можно кого-то ловить, я думаю, да, то есть папа пытается уйти на Блинках, поймать его будет довольно тяжело, на хайграунд запрыгивает и делает тэп-аут, и Монминтер немножко не успел своим фукшотом. Вот в том моменте, где убивали Сларка и Бейна, они просто их зажали в этих кустах, кулдаун прошелся, флэг прошелся, и опять же, закрепляющим таким элементом, чтобы противника не выпустить из этой зоны, был Монминтер, который прилетел на фукшоте. То есть, сыгранно было опять же классно, ну и опять же показывает практика, Сларк просто не может запокусить противника, потому что там есть два суппорта, которые мешают. Ну, тут уже не то, что два суппорта, но Тейл топ-дэмэдж в драке, у него сатаник-бабочка, у него пока что не так много айтемов на дэмэдж, но его не убить с такими артефактами, прямо скажем, без какого-то аппарата и МКБшки. А Сларку не очень хочется покупать, МКБ, все-таки Сларк это герой, который любит побольше статов, и такой легкий аутпик получается в этом плане. Надо, надо, МКБ, ну вообще без МКБ не смотрит Сларк. Надо, а что делать? Здесь много чего надо, а денег ни на что нет, деньги есть ОГЭ на дополнительные арты, на Егисе, ну и сейчас еще и Сларка могут развести на байбэк, это будет совсем печально для Энви. Я думаю, он будет терпеть до последнего здесь, даже если будут в сторону Даганца допушивать, потому что байбэк от сейчас, ну фактически отнимает все шансы какие-то покупать себе артефакты, потом еще и подраться хорошо. Пошла ульта Адазла, просто на своих, и алхимика не убить, у него, боже мой, 39 армора уже, ульта Адазла только начала действовать, просто ломают вышку и уходят. Там, да, все пока четко, будут на топ переключаться, подбивать еще один тавер, либо знают, что секреты не пойдут драться вне своей базы против Сырой Эгис. Возвращается Энви в игру. Ну, по-моему, так пора легонько улынить, потому что если Энви, вот предыдущие две драки показали, что он практически не вносит демедж, то даже если у него будет две жизни, демедж он все равно не будет носить. Уж лучше закупить себе МКБ и попытаться урон какой-то дать, хотя бы кого-то снести. Ну, вот мне так кажется. Потому что, по большому счету, толку от твоих двух жизней, ну, просто-напросто, не будет, если у тебя нет МКБ. Интересно, что будет у нас в третьей игре, будут ли как-то секреты на Эмбер Спирита делать ставку. Напомню, в первой игре его забанили ферст баном, во второй игре его оставили, но забанили во второй стадии, и Пупе его просто не взял. Ну, и как мы видим, немножко не хватает какой-то секретом, ну, вот сильной камбэкающей комбинации, что ли. Они удержать противника на месте не могут. Слишком агрессивно играют OG. Вот это видно. Против стадии early game проходит нормально, но потом, когда OG начинает эти забеги под Сир 4, секреты просто, вот у них весь план на игру, он рушится в твоих глазах. Они начинают как-то хаотично передвигаться по карте, подставляться и... Ну, в свою доту играют OG, они очень хорошо передвигаются по карте, и вот в этом лейте себя ощущают. Против них заходить туда крайне нежелательно. А секреты сами любители зайти в лейт. И здесь кто кого. Клопа Мьёльнер скупает. Гирокоптер с Аегисом. Энвис воровал один стак, один раз промазал, и ничего хорошего из этого не получилось. Вот в этом-то и весь прикол. Пол хп потерял, а сделал всего лишь один удар. И стоит так вот спокойно, но Тейл пробивает бараки, глифа уже нет, Миркл позади, крит готов с двумя винтерскерсами, Мунминдер на исходной позиции готов летать. И стоит, но Тейл расстреливает бараки, смотрит секреты, потому что как же страшно им, как же им страшно влезать вот в этот бой неравный. Покупает себе что-то, кстати говоря, Сларк. Где это что-то? Это два джевелин, абсолютно верное решение. Энви, это единственная возможность как-то эту игру перевернуть. Покупай МКБ, даже если не останется денег на байбек. Да, но я боюсь, что здесь очень тяжело. 20 тысяч они уже проигрывают, они уже потеряли мид, и до МКБ вы дожить вообще. Курьеры аккуратно такими окольными путями передвигают. Вот купил себе этот артефакт, уводит. Опять же, денег на байбек не остается, полторы тысячи монет надо. Ну чуть пораньше бы купил, сразу бы в драку полезли. Но они пытаются дождаться окончания Егиса. Это шанс для секрета. Ну, хоть и теоретический, но это шанс. И будут отжечь нас ходить по топу, по-прежнему имеется Егис. Тяжело, тяжело с игратом. Как-то продержаться еще немножко времени. И потом идти в замес, последний замес. Энди бегает под инвизом. Все-таки пошел, пошел дотелы, читает пробивать его с руки. Солокреты вешаются. Энди потерял треть хп. Нужно уходить под эссетирой спрейм. Ну, либо драться сейчас, либо уже никогда. Все, тут падает последняя сторона. А Егис еще будет слишком долго лежать в гирокоптере. И нужно что-то делать. Вайбеки, все что угодно. Кто-нибудь, как-нибудь, нападение, своровал еще один. Ну, 4 есть. Вот это да, Гритов, у меня есть 4. Пошел до конца, но Тейлос, и остальные стоят позади. Гардиан Грифс, Линку сбили, Энди отошел. Осталось два последних барака до победы. Олджи фактически. Просто таким пиком против миг крипов нельзя отыгрываться. Вообще не так. Ну и что, до бараков теперь НТейл будет доходить. Пока есть Аеги, заходят снова, есть флэг, китайцы НТПЛ, Энди залетает, флэг откидывается, пытается пробить Энди. Опять полкп потерял. Энди, Энди, заходит Миракл, Энди вынужден шо-то-дэнс прожимать. Пока снимает Аеги, Скиркоп-то только и рад его отдать. Ну и чем драться теперь? Винтерскерс, кезапный пошел и будут убивать его в форстах. Мы пытались спасти, Абисов появляется на Энди. Энди надо, кто же ведь пока бэши тут... Понимаешь, просто Энди пытается уйти, там Теренни Мирка отключился на Вику, Баш поработает, Вика, Вика страдает, Вика погибает, что не может сделать, кейт байбек, стал живоизовать, Мизери пока пытается драться. Там Теренни Герокоптера убивает. Хорошая драка получилась, Герокоптера забрали, Виверну забрали, Алхимика теперь можно попытаться забрать. Энди получает Баш, забирают Алхимика. Они это смогли сделать. Это какое-то чудо сейчас, что сотворили Секреты? Да, очень качественно сыграли против Винтера Виверни. Нужно задуматься криту о каком-то диспейле Сайланса, потому что он выдал первый Винтерскерс, но второй просто не успел. Ну и в итоге, естественно, тяжеловато пришлось. Видим файт-рекап? Нет, не видим файт-рекап. Будем ориентироваться по графикам. Но графики все еще 20 тысяч. Ну конечно, тут даже вопрос не в деньгах, вопрос сколько строений потеряли Секреты и в каком состоянии их базы находятся. А есть два барака, которые разделяют от победы OG. Их базы в плохом состоянии находятся. Мягко говоря, в плохом состоянии. Согласен. Так, ну и OG, я так думаю, что они сейчас все появятся и просто буду ждать появления цвета еще в Рошана. Что купит Алхимик? 6500. Нужно реализовывать деньги. Что купит Виверна? Где твой Юл? Что-нибудь? Алхимик. Ну, можно всегда купить себе травола вторые. Манту, чтобы увидеть Сайланс. Можно и так. Ну, посмотрим, что возьмет Крит. Да, и что возьмет Флай 3000. Ну, это все преимущество. Оно фактически в кошельках у OG. Тяжеловато драться, когда у тебя все золото в кошельках. Да, Виверна берет Юл. Абсолютно верное решение. Пошел в ДПС, покупать себе будет Йолнер. Ну, у него есть баш. Скорость атаки слишком сильно решает на Алхимике. Он может там просто не выпустить из баша. С Йолнером. А сам Йолнер еще может вешать на гирокоптер, который будет идти и толковать. Чтоб Сварк там вообще с ума сошел. Рубик покупает Алебарду. Против Алхимика без БКБ хорошее решение. И сейчас сами подпушивают Секреты. Ну, сломают эту вышку. Вряд ли пойдут здесь драться ОГ. Это слишком опасно. Но за то, что они выиграли предыдущую драку, у них появляется наконец-то деньги на байбеке. Тоже очень важно, чтобы можно было где-то точно подраться. Вот Пупей, кстати говоря, да собирал себе Соло Крест. Мягкий намек на то, что все-таки МКБшка, наверное, нужна была на Алхимике. Все-таки. И Нотейлу тоже. Ну, Нотейл как раз в нее и выходит. Он пока что... Ой, Нотейл в опасной позиции. Но уйдет. Очень вовремя уходит. Ну, это Алхимик, скорее всего. Не так бы сказать, что прям сильно этот Соло Крест может зарешать, но все равно неприятно. Когда ты начинаешь кого-то фокусить, а на нем Соло Крест, промазывает, это не очень хорошо. Так, Робик залетает, футболт откинул. Есть у него есть и спрей. Ну, вот дизарм сейчас отличная штука. Просто на этого бешеного Алхимика кидать на сколько там? На 3 секунды он на милишников кидается. Да, на 3 секунды это много. Это очень много ДПСа. Это шанс не дать ему забашить тебя. А что думаешь насчет БКБ вместо блинка, Мираку? Возможно, да. Здесь уже он не самый жесткий инициатор. Или там тоже с Энджин Яшу как-то продать, разобрать. Но я думаю, что блинк здесь не самый необходимый артефакт. Поддержим. Ну, есть, в общем-то, куда развиваться еще Мираку. То есть он не на пределе, скажем так. Вот оно, МКБ на гирокоптере. Теперь у него в разы больше урона. Но все-таки еще огромное преимущество команды ОГЭ. Оно чуть меньше, нет, чуть больше 10 тысяч. Для такой стадии игры, конечно, это не так много. Мизери, Мизери под тем, может, подставится. О, реакция. А Винтер верный, Миттер с Кёртсом достает. Мизери, ошибочка похожа. Критта. Приезжал у нас с рефрешер. Есть еще один Миттер с Кёртс. Мизери догоняет через Абисова. Его забирают очень быстро. И будет продолжение атаки, потому что Критт ныряет дальше. Вот он, пей, бубей, Миттер с Кёртс. Не выдают им уйти. Пайлай дает Мираку. В нем грызается. Есть отличный Хелберт. Мираку пока бить не может. Пошел голдаун. Пойтся драться по сатаникам, отхиливается довольно жестко. И от него вы должны все убегать. Байбек от война. Кукшот не точно. Энви пошел дальше. Энви идет дальше. Да, герокоптером. Ворвался. И убивают его. Шикарно. Монминдера. Теперь нужно его убивать. Монминдер пока блэйдмейл. Но будет страдать. Поднимается в Юл. Дальше будет ли Кукшот крипов? Каких-то крипов рядом нет. Ставит коги и поднимает трипл. Хилл по Энви. Муншард съеден у Энви. Немножко падает у нас трон. Поэтому нужно вернуться на базу. Но отыграли сейчас очень много. Байбеки решают оставить ОГ. Просто на характере. На характере. Пупи его команда сейчас пытается эту доту выиграть. На мой взгляд, стоило рискнуть и попытаться байбекнуться кому-то. Потому что сейчас они просто отдают Рошана. И ситуация полностью выравнивается. Да, нет байбеков. Но Аегис? Да. С другой стороны, вот Клардар Бейн, конечно, без байбеков. Это тоже может завершать. Посмотрим, кому достанется сыра Егис. А Ей действительно Мизери, потому что байбека нет. Сыр пока забирает себе Энви. Ну вот, немножечко... С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо получилось уже в предыдущей драке. Потому что они потратили, получается, два Винтерскерса. На саппортов? На саппортов? Не на сларка, скажем так. Да, да, да. Вот в том плане, что они помогли фокусировать своим форгероям. Гемы валяются просто по всей карте. Ну, все, собрались сигреты. У них есть один гем у кого-то в драке. Это Мизери. И еще два гема на Фонтане. И еще один гем покупает ОГ. Это будет один из самых жестких камбэков в этой доте. Но сигреты уже против ЕГ делали. Но ситуация у них все еще тяжелая. Потому что у соперника есть байбек. Только у Герыча нету. Энви разводят. Ну, Виверна один ультимейт. Она не стала вестись. Она проверяет на Вижн, в общем-то, противника сейчас. На местоположение противника. Окажется, под вышкой тебя видно в Инвизе. Знал это Энви. Ну, он просто чекал. То есть он знал, что он выживет. У него там все эскейпы практически были. Просто посмотрел, где находится оппонент. Фукшот. Все времени. Внезапно. Пайлодай. Коги ставит. По-форсалу был отличный. Пайлодай будет жить. Фьюл пошел. Энви вгрызает все временем. Бон Миндера. Блэйдмейл все равно, потому что включен БКБ у Энви. Это минус-коп-нет. Есть байбек. Миракл. Миракл себя застанил. Миракл с первого удара баш. Миракл очень жестко пробивает Энви. Грейв. Ну, как же больно Мираклу. Боже мой. Джеки Мао. Собирают. Африк байбек. Флагверк байбек. Все бьют гирокоптера. Гирокоптер без байброта. Есть Атаник. Гирокоптер прожимает Атаник. И начинает под флэков расстреливать противника. Как же это больно. Как же это больно. Байбек от Сларка. Бэйн погиб. Слардар сейчас появится после Аедиса. Там был Винтерскерс в линку. Вообще неудача. Пытается поймать так же Квапу. Ставится Коги. Виха. Виха на разворачившем Шоттл Страйк. Бэтмилл прописывает Виха. Виха почему-то никого не боится. Виха жесткий. Фукшот. Да, жесткий. Но как бы его здесь Клакверк не подбрил. Этого жесткого парня. Делается по домой. Байбеков нету. Только у Рубика. С которого не шилась эта драка. Очень боятся УГ. Очень сильно. Они просто сейвятся до самого конца. Немножко это может им помешать. Фантастические у нас конечно бои в этой карте. Если когда-то там минут 30 назад казалось, что все. Сейчас Секреты будут проигрывать 0-2 в серии. То они на характере делают камбэк. 5 тысяч потеряли ОГ после этой драки. И по графикам сейчас ситуация выровняется полностью. А что у Мизери с сыром? Нет, не у него был сыр значит. Нет, у него, но он его прожал. Сыру Энви был. У Энви, у Энви конечно, да. Но он его прожал. В инвентаре нету. Взял сапог. Травалан, да. Травалан, там и квапы в принципе вторые травала имеются. Квати Манн Штром. Довольно плотненькая такая квапа. Ну, показывает практика, да. Что если хватает фокуса убивать Алхека, то вот геррокоптер, после того как фокус заканчивается, прожимается танник флэг и почему-то противник падает. Я рискну предположить, что если ситуация будет хуже у ОГ, если они начнут проигрывать еще драки, где-то будет такой легкий ол-ин путем продажи с Энджин Яш и покупки рапиры. А геррокоптер тот герой, тот лейт, который может чуть ли не в соло выиграть драку. Да, ну и сейчас мы видели, что это такое из себя представляет. Немножко Грейф рановат, конечно, от Флая был. Ну и нужно подождать, когда у Сларка спадут стаки. Он их очень быстро набирает, и когда он их набирает, он становится монстром. Да, обе команды теперь очень боятся. И секреты тоже. Байбек есть только у Квин оф Пейн и у Рубика. Ну, на Рубике это такое себе. Вряд ли зарешает. Да, вот важно, что есть, если байбек у Квин оф Пейн, нет у Алхимика и у Сларка. А вот у Герокоптера сейчас будет, у него просто элементарно денег не хватает, а деньги он в замесе в любом случае на фарме. 275, скорее всего, да, если его самым первым каким-то образом не убьют. В итоге занимают вот эту вот позицию на своих Энджин, на которые очень тяжело зайти в Смоках. Да, и видят Сларка. Ну, смотрим. Ой-ой, Энди, Энди, Энди. Мон Миндер будет встречать. Алхимика, Писелс, оторвали, но сразу Шанту Дэнс. Начинает грызть Мон Миндера, Хукшотом уходит никуда. Не попадает. Просто-просто БКБшки пошли. А Миндер с Кёрсом как живо съедает под башем. Да, это больно. Есть байбек, не забываем. Но Мирикл, миссия компания продолжает атаку. Убрывается дальше. И два удара растерзали Сларка. Джеки Мао без байбека. 120 секунд смотрим. Быстро вниз. Быстро вниз в трон. Это знают прекрасно OG. Есть две минуты на то, чтобы сделать счет в серии 2-0. И OG этой возможностью будут пользоваться прямо сейчас. Устремляется всем своим коллективом. Возглавляет движение, конечно же, Крид. За ним все его тиммейты. Держатся Сикриты на базе. Они попытаются дать последний бой вне. В отсутствии своего мейнкеррия. Это будет очень сложно. Сларка практически нереальная задача. Есть еще Винтерскерс и Виверна при этом. Ну, смотрим. Первый ватт падает. Эксит провешивается. Еул просто поднимает Слардар. Не дает ворваться. Пошел Финскрифт. Но Тейлор... Ой, как неудачный Мизери. Бьет собственную Квинов Пейн. Пошел рассказ от Гирокоптера. В итоге Вихи нужно уходить на блинке. Он ждет до конца. Банка пошла в Пайлайдая. Есть еще описал. Описал. Вешается на Виху. Просто-опросто изничтоженный. И это Good Game will Play. 2-0. В пользу OG в этой серии. Боже мой. Что творится? Какой камбэк от Сикрет. И все-таки этот алхимик в лейте невероятно силен. Даже без какого-то перефарма по артефактам. Просто за счет своей безумной скорости атаки он не выпускает из баша. Ну и плюс ко всему Виверна тоже очень жестко порешал в этой игре. Да, крайне неудачно сыграл Мизери и Пупей именно с точки зрения КДА. И им тяжело было выносить свои арты из-за этого. Хотя, в общем-то, по игре предъявить что-то кому-то здесь... Ну даже не хочется на самом-то деле. Обе команды были хороши.